Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Колесникова Анастасия Викторовна. Я врач клинической лабораторной диагностики на МИЦ онкологии Петрова. Сегодня пройдет второй вебинар, посвященный интерпретации показателей клинического анализа крови, проведенного на современном анализаторе. На первом вебинаре, который прошел в ноябре, мы разобрали основные ретроцитарные, ретроцитарные и тромбоцитарные показатели, их клиникодиагностическое значение, а также причины возможных ошибок при их определении. Сегодня речь пойдет о дополнительных расширенных показателей клинического анализа крови, которые дают более подробную информацию о состоянии гемопоэза. Во время эфира вы можете написать и отправить свой вопрос через форму обратной связи, расположенную на странице эфира. Для этого выйдите из полноэкранного режима просмотра, если включен, напишите свой вопрос, нажмите кнопку «Отправить». Видеозапись мероприятия будет выложена завтра в течение дня здесь же на странице эфира портала «Лайв дни онкологии», где вы сейчас смотрите. Далее видеозаписи докладов будут размещены на официальном канале МИЦ онкологии Петрова на YouTube. Ссылки на канал вы можете найти на официальном сайте нашего учреждения. Итак, современная технология автоматизированное исследование обеспечивает надежность и точность подсчета клеток, а также позволяет получить расширенную гемограмму, которая в свою очередь используется для скрининга нормы и патологии, для оценки состояния ретропоэза, лейкопоэза, мегакариоцитопоэза. Также применяется для диагностики, дифференциальной диагностики анемии, для выявления патогенеза тромбоцитопении. При мониторинге регенерации косномозгового кроветворения после трансплантации, при проведении химиотерапии, учевой терапии, проводить мониторинг эффективности терапии и используется в трансфузиологии для принятия решений о проведении гемотрансфузий. Начнем с показателей, характеризующих эритроцитарное звено кроветворения. Слева на слайде перечислены основные показатели, которых мы говорили на прошлом вебинаре. Справа дополнительные, о которых пойдет сегодня речь. И начнем с ретикулоцитарных показателей. Первый параметр это количество ретикулоцитов в абсолютных и в относительных значениях. При исследовании ретикулоцитов предпочтение дается автоматизированному подсчету, так как он является наиболее точным и при нем меньше ошибок, чем при ручном подсчете. Также автоматизированный подсчет ретикулоцитов позволяет получить дополнительные ретикулоцитарные показатели, которые невозможно получить при ручном подсчете. Определение ретикулоцитов является основным тестом для оценки активности ретропоэза, для диагностики и классификации, а также мониторинга лечения анемии, для оценки эффективности ретропоэза при состояниях, сопровождающихся гемолизом или кровопотерей, для оценки восстановления ретропоэза после химиотерапии, трансплантации или костного мозга или гемопатических сваловых клеток. Также служит для детекции и нарушения регенераторной способности костного мозга при дефиците железа, витаминов, меди и для мониторинга соответствующей терапии. Также оценка состояния эретропоэза на фоне лечения эретропоэзиным. В большинстве случаев эти показатели находятся в пределах нормы, но существуют такие состояния, при которых они изменяются. Снижение числа и на основе этих показателей можно дифференцировать анемии по причине их возникновения. При снижении количества ретикулоцитов, снижение количества ретикулоцитов говорит нам о нарушении пролиферации клеток ретроидного ряда. Часто наблюдается при таких состояниях кокопластическая анемия, при тяжелых анемиях железодефицитных, B12-дефицитных, при ликозах, мелодиспатическом синдроме и при метастазировании в костном мозг, а также при снижении уровня эретропоэтина. Повышение ретикулоцитов говорит нам, что есть, указывает, что есть возможное повышенное разрушение клеток ретроидного ряда или потребления. Ретикулоцитов наблюдается при постгеморологической анемии, при гемолизе, а также будет повышаться при терапии эретропоэтином, препаратами железа, витамином B12, фолиевой кислоты. Нормализация абсолютного количества ретикулоцитов является показателем восстановления пролиферативной активности эритроцитов. Также стоит сказать, что при автоматизированном подсчете количество ретикулоцитов может быть ложное повышение этого показателя, если эритроциты содержат какие-либо включения, также при высоком ликоцитозе, гипертромбоцитозе, наличие гигантских тромбоцитов. В современных анализаторах стало возможным дифференцировать ретикулоциты по степени зрелости. Принцип метода заключается в связании флюоресцентного красителя с РНК, который содержится в ретикулоцитах. Чем ретикулоцит более незрелый, чем более незрелая клетка, тем больше нуклеиновый кислот она содержит, и тем больше флюоресцентного красителя будет связываться с РНК, и тем выше будет флюоресцентный сигнал. По интенсивности флюоресцентного сигнала ретикулоциты разделяются на три фракции. Фракция низкофлюоресцирующих ретикулоцитов, среднефлюоресцирующих и высокофлюоресцирующих ретикулоцитов. Низкофлюоресцирующие ретикулоциты соответствуют зрелым ретикулоцитам, так как они содержат малонуклеиновый кислот, а среднефлюоресцирующие фракции и высокофлюоресцирующие вместе составляет фракцию незрелых ретикулоцитов следующий показатель это как раз фракция незрелых ретикулоцитов измеряется в абсолютных и в относительных количествах этот показатель является индикатором интенсивности стимуляции эритропоэза например при кровотечениях при терапии ростовыми факторами при гемолизе или наоборот служит индикатором сниженной активности эритропоэза часто при пластических анемиях мелодиспатических синдромах так далее также он использует используется как ранний маркер для оценки регенерации эритропоэза после проведения трансплантации и в химиотерапии этот показатель повышается раньше буквально в течение нескольких часов раньше чем показатель чем число ретикулоцитов также служит ранним чувствительным показателем для мониторинга терапии витамином b12 фолиевой кислотой и препаратами железом служит также показателем восстановления эритропоэзина после трансплантации почек отсутствие увеличение следить увеличение этого показателя свидетельствует о резистентности к препарату или недостаточной дозе необходимо будет скорректировать или поменять лечение показателем не аффективного ретропоэза является повышение фракции незрелых ретикулоцитов при нормальном или сниженном числе ретикулоцитов пример из практики мужчина 44 года отделение онкогематологии была проведена трансплантация здесь мы ведь здесь мы видим повышение более чем на 30 процентов фракции незрелых ретикулоцитов а также восстановление нормальных значений количество ретикулоцитов что говорит о по начале активации ретропоэза и об успешной трансплантации постепенно проходило восстановление всех показателей клинического анализа крови и уже пациент был выписан и уже при повторном обследовании через несколько месяцев у этого пациента наблюдалось абсолютно нормальные показатели клинического анализа крови то есть это нам говорит что трансплантация пошла успешно и гемопс полностью восстановлен когда количество ретроцитов или гематокрит уменьшается процент ретикулоцитов может быть повышенным относительно общего числа ретроцитов это искусственно и происходит искусственное завышение ретикулоцитов чтобы скорректировать истинный истинное число ретикулоцитов используется данная форма рассчитывается только из случае изменения гематокрита следующий показатель индекс продукции продукции ретикулоцитов он рассчитывается при наличии у пациента анемии и одновременном снижении гематокрита и наличие циркулирующих в периферической крови незрелых ретикулоцитов этот индекс позволяет врачу клиницисту оценить характер эритропоэза чтобы в дальнейшем подобрать или скорректировать адекватную терапию для этого пациента для расчета этого индекса этот индекс в некоторых анализаторах рассчитывается автоматически но в большинстве такая такая функция недоступна и расчет проводится ручным по формуле врачом с учетом дней циркуляции ретикулоцитов в крови здесь пока показано здесь показана зависимость от величины гематокрита дней циркуляции ретикулоцита в костном мозге и в ретикулоцитом при нормальном идеальном значении гематокрита который принимается за 45 процентов он же и учитывается при расчете формы время созревания ретикулоцита в костном мозге составляет три с половиной дня а в периферической крови один день при снижении гематокрита происходит выброс незрелых ретикулоцитов в периферическую кровь резко сокращается количество дней созревания их в костном мозге и увеличивается в периферической крови как их оценивать при наличии нормоцитарной анемии если индекс равен 2 мы можем говорить о гипопроэльферативном характере эритропоэза то есть при макро или микроцитарных анемиях если индекс меньше 2 мы говорим о неэффективной эритропоэзии часто при мелодиспатическом синдроме наблюдается и при повышении этого индекса при наличии пациента нормоцитарной анемии мы можем сделать вывод что происходит повышенная деструкция эритроцитов гемолиз следующий показатель это содержание гемоглобина в ретроците он является наиболее ранним и чувствительным параметром железодефицитного эритропоэза по сравнению с эритроцитарными показателями он характеризует эритропоэза последние 5-7 дней в то время как эритроцитарные индексы показывают нам картину эритропоэза за последние 8 недель 8-12 недель он не зависит от воспалительного процесса как биохимические показатели такие как феретин трансферин часто используется как оперативный мониторинг терапии препаратами железа так при заместительной терапии препаратами железа при эффективной терапии нормализация гемоглобинизации ретикулоцита то есть нормальное значение ретроцитарной губина будут уже на второй третий день мы можем и по этому показателю можем судить об эффективности терапии также этот показатель может использоваться как скрининг пациентов железа дефицитами он позволяет снизить количество биохимических тестов на дефицит железа и также снизить количество трансфузии ретроцитарных масс например этот показатель будет полезно использовать в хирургии в предоперации для предоперационного скрининга естественно при плановых операциях если у пациента наблюдается железодефицитное состояние можно не переливать сразу трансфузию а попробовать пролечить препаратами железа промыта промониторировать этот показатель и восстановление этого показателя до целевых значений течение до целевых значений гемоглобина в дальнейшем позволит избежать анемии железодефицитное отнимение послеоперационный период и избежать переливания ретроцитарных масс как я уже говорила этот показатель снижается при железе железодефицитных состояниях а повышает повышается при дефиците фалата витаминов b12 при латентном дефиците этот параметр будет в норме следующий параметр это расчетный параметр дельта гемоглобин он показывает среднее содержание гемоглобина в ретроците полученное при ой прошу прощения этот показатель показывает разницу содержания гемоглобина в ретиклоцит в ретиклоците и гемоглобина в ретроците в норме этот параметр всегда положительный потому что гемоглобинизация эритикулоцита выше, чем эритроцита. Он может быть отрицательным при нарастании анемии и при остром воспалении. При инфекционно-воспалительных процессах происходит блокировка железа, и рет-гемоглобин снижается, и значение гемоглобина в эритроците будет выше. Это дает отрицательное значение дельта-гемоглобина. В последующем по этому параметру также можно оценивать эффективность проводимой антибиотикотерапии по восстановлению положительной динамики этого параметра. Если он становится положительным, значит правильно подобрали антибиотикотерапию. Является маркером воспаления и также повышается в ответ на эритропоэтин-стимулирующие препараты. В современных гематологических анализаторах представлены новые параметры, относящиеся к характеристикам зрелых эритроцитов. Эти показатели являются дополнительными характеристиками эритроцитарной популяции и могут использоваться как в характеристике эритропоэза, так и в диагностике анемии. Эти показатели – процент гиперхромных эритроцитов, а также процент микро- и макроцитов. Следующий показатель – это нормобласты. Измеряются в абсолютных и в относительном количестве. Нормобласты являются предшественниками эритроцитов, ретиклоцитов. Это ядра, содержащие клетка. В норме они находятся только в костном мозге. Появление нормобласта в периферической крови говорит нам о серьезной патологии, такой, как онкогематологическая патология, при тяжелых гемолитических анемиях, при тяжелых септических состояниях, интоксикациях, особенно у пациентов, находящихся на лечении эрит, при метастатическом поражении костного мозга. Также появление нормобласта в периферической крови можно увидеть у новорожденных и недоношенных детей. Этот параметр можно расценивать как маркер гипоксии и воспаления. Нарастание числа нормобласта в периферической крови, особенно для послеоперационных пациентов, для пациентов после трансплантации, является очень неблагоприятным признаком. И при длительной циркуляции увеличенного числа нормобласта в периферической крови можно отразить риск летального исхода, предположить риск летального исхода. Ну, например, разберем случай из практики. Мальчик 8 лет, острый лимфобластный ликоз. На фоне выраженного иммунодефицита произошло присоединение сначала вирусной, затем бактериальной инфекции. У пациента развился тяжелый сепсис. В клиническом анализе крови на протяжении нескольких дней наблюдалось увеличение числа нормобластов, значительное увеличение числа нормобластов, что позволило нам сделать вывод о тяжести состояния этого пациента и неблагоприятном прогнозе. Также у этого пациента развилась гемолитическая анемия, которая отражается в клиническом анализе крови. Это нормоцитарная, нормохромная анемия. С повышенной фракцией незрелых ретикулоцитов и с повышенным выраженным нарастанием ретикулоцитоза. То есть такие показатели характеризуют гемолитическую анемию. К сожалению, возвращаясь к этому случаю, к сожалению, мальчик не выжил. Это были эритроцитарные показатели. Переходим к показателям эритроцитарного звена. Первый показатель – это количество незрелых гранулоцитов. Также измеряется в абсолютном и в относительном количестве. К незрелым ретикулоцитам мы относим промилоцит, милоцит, милоцит и метамилоцит. Они появляются при инфекционно-воспалительных и злокачественных процессах. Нарастание этого параметра свидетельствует о тяжести, ухудшении состояния пациента. То есть характеризует выраженность инфекционного процесса. Также мы можем судить о наличии левого сдвига. Измерение концентрации незрелых лейкоцитов в динамике позволяет нам оценить эффективность проводимой терапии. То есть если на фоне проводимой терапии этот показатель снижается, значит мы все делаем правильно. Следующие параметры – это расширенные параметры воспаления. Они характеризуют активацию нейтрофилов и степень выраженности функциональной активности нейтрофилов. Первый показатель NGI характеризует интенсивность грануляции нейтрофилов. При повышении этого показателя мы говорим о гипергранулярности нейтрофиля, то есть об активации нейтрофилов. Активированный нейтрофил отличается от обычного нейтрофила наличием токсической зернистости, гиперсегментации, внутриклеточных включений, вакуализации. Чем хуже выражен инфекционный процесс, тем более выраженные будут являться эти признаки. Снижение гипогранулярности нейтрофилов, отмечается при снижении этого показателя, будет говорить нам о наличии дисплазии нейтрофилов. Часто при мелодиспластическом синдроме это можно наблюдать. И показатель NGI характеризует интенсивность реактивности нейтрофилов. Оба эти показателя используются для выявления бактериальной инфекции на ранних стадиях. Обычно изменения этих показателей наступают в перифлической крови, мы видим, раньше, чем показатели незрелогонолоцитов, это IG. Следующим параметром расширенного воспаления, которое характеризует статус активации лимфоцитов, относятся к показателям S-лимф и R-лимф. S-лимф характеризует антител, синтезирующие лимфоциты, то есть B-лимфоциты, которые продуцируют антитела, так называемые плазматические клетки. То есть в этот параметр входит измерение только плазматических клеток. R-лимф отражает общее количество реактивных лимфоцитов, то есть сюда будут входить все атипичные лимфоциты и плюс плазматические клетки. Оба этих параметра характеризуют статус активации лимфоцитов и участвуют в диагностике вирусных инфекций. Сочетание этих параметров дают клиницистам дополнительную информацию об активации иммунного ответа. Изменение этих параметров зависит от природы, воспалительного процесса тяжести и стадии инфекции. Концентрация этих двух клеточных популяций показывает, присутствует ли клеточный или гуморальный иммунный ответ. Тромбоцитарные показатели. На прошлом вебинаре мы разбирали основные тромбоцитарные показатели, такие как количество тромбоцитов, гематокрит, средний объем тромбоцитов. Сегодня мы поговорим о дополнительных показателях. И первый показатель – это процент крупных тромбоцитов. Это отношение объема крупных тромбоцитов ко всему объему тромбоцитов, используя как вероятный индикатор скорости тромбоцитобразования в костном мозге. Вероятный, потому что не все крупные тромбоциты являются незрелыми, и мы не можем судить об активности тромбоциты ПЭЗа. Увеличение количества крупных тромбоцитов может приводить к риску тромбообразования. Увеличение этого показателя наблюдается при таких состояниях, как нестабильный ЭБС, острый инфаркт миокарда, сахарный диабет, при тромбоцитопениях, снижение показателя при аневризме ортии и у людей с коронарообструкцией. Следующий важный показатель – это фракция незрелых тромбоцитов. Также измерения происходят в абсолютных и относительных количестве. Этот показатель является индикатором скорости тромбоцитаобразования в костном мозге, и он является более ранним признаком восстановления тромбоцита ПЭЗа. Он появляется раньше количества тромбоцитов примерно на 1-4 дня и говорит об активации, регенерации тромбоцита ПЭЗа. Этот показатель является более достоверным по сравнению с другими тромбоцитарными параметрами. Повышение показателя происходит при усиленной деструкции или повышенном потреблении тромбоцитов. Сопровождают такие состояния, как ДВС-синдром, медиапатическая тромбоцитопеническая пурпура. Также будет повышение этого показателя при регенерации костномозгового гемопоэза, после химиотерапии или транспортации, или при стимуляции ростовыми факторами. Снижение фракции незрелых ретиклоцитов говорит нам об угнетении тромбо ПЭЗа в костном мозге. Также хочется отметить, что к ложному повышению фракции незрелых тромбоцитов может приводить длительное хранение пробы. Поэтому это нужно учитывать и рекомендуется проводить исследование и определение этого показателя в пробе в первые 4 часа. Подытожим. Значение тромбоцитарных показателей – это оценка тромбоцитопеза в целом. Определение этих показателей является показателем геморрагического синдрома или тромбоза. Используется для выявления и теологии тромбоцитопений, для оценки риска кровотечений, принятия решения о трансфузии тромбоконцентрата. Также параметры должны быть оценены в совокупности, а не по отдельности. Также еще хотелось бы дополнить, что забыла сказать про нормобласты, что очень важно. При наличии нормобластов в периферической крови часто гемонализаторы считают нормобласты как ядро, содержащую клетку, и часто принимают их за лейкоцит, так как они имеют размер лимфоцита, что может приводить к ложному увеличению числа лейкоцитов. Так вот, для того, чтобы провести, определить, скорректировать истинное число лейкоцитов, нужно рассчитать истинное число лейкоцитов. Некоторые анализаторы делают это автоматически. Если такая функция не предусмотрена, то необходимо это делать ручную по формуле. Мы об этом поговорим на следующем вебинаре. Так, это были основные дополнительные расширенные показатели клинического анализа крови, которые определяются, конечно, не во всех лабораториях, и только высокотехнологическими анализаторами и редко используются в рутинной практике, но они могут быть добавлены в гемограмму по востребованности. Поэтому, если вас заинтересовали эти показатели, если бы вы хотели их использовать в своей практике, можете уточнить в своих клиническо-диагностических лабораториях о диагностических возможностях ваших гематологических анализаторов, могут они определять эти показатели или нет, и о возможности добавления этих показателей в клинический анализ крови. У меня всё, спасибо. Спасибо.